Может быть, все-таки не стоит оставлять мечту об ультерьере? Для проблемного выбора собаки в большой дом. Посмотрите на его мордочку. Туннель, в котором ты можешь почувствовать себя слепым. Какая собака офигенная! Собачка, которая сидит сверху и мигает. Свинюшка на палке вот такой вот. Вещи из шерсти своих собак. Настоящие мэджики ходят по розовым дорожкам. Ощущение, что ты реально зашел за кулисы концерта 21 Pilots. Корреспондент Энни Мэджик от канала Мэджик Фэмэли с Мэджик Миссией находится на Крафте. В Великобритании, на Великом острове, в Англии, в городе под названием Бирминге. У меня ощущение, что я просто приехала на какой-то концерт. Настолько много народу на выставке собак. Кути, какая красота! Очень большие собаки. Посмотрите на их головы, ребята. Мальчик и две девочки. Вот эти две девочки, красотки. В прошлый раз в моей рубрике «Как все устроено» была российская выставка собак в Москве. И вам очень понравился тот выпуск. Поэтому, оказавшись на выставке в Англии, я решила не упускать свой шанс и показать вам, как устроена выставка там. Так что ставь лайк, если любишь эту рубрику. И я обязательно буду снимать еще. Пиши свои комментарии, они появляются тут и голосуй в вопросах. А привет в этот раз я передаю Алисе С, которая самая первая написала правильный ответ на пасхалки из прошлого видео. И как и обещала, отправлю ей подарок – Мэджик Худи от нас. А в этот раз загадки будут другие. Сейчас расскажу. У нас уже с вами сложилась такая традиция после предыдущих роликов о выставках. В течение ролика от начала до конца будет вставлено разные породы отсюда с этой выставки. Я думаю, что их будет штук 20. И те, кто самыми первыми напишут в комментариях, правильно отгадают эти породы, первым нескольким людям в следующем видео я лично сама передам привет. Так что давайте внимательно смотрите, отгадывайте. Мало того, что нереально много разных пород, которых я в жизни вживую вот так не видела и не имела такой возможности. Ты можешь увидеть собак в огромном количестве одной породы. То есть не 10 даже, не 15, а реально 100 и больше. Это шотландский, а кто, я не скажу. Вот вы догадайтесь и напишите в комментариях. Крабц в Англии – это настолько масштабная выставка. Это гигантские площади. Это тысячи людей и собак. А вот сейчас я, например, стою на фоне ассоциации дрессировщиков собак. То есть везде какие-то мероприятия маленькие проходят, всякие товары необычные, чего только не продают, кого тут только нет. Я, конечно же, хочу это все вам рассказать и показать. Ребят, кто смотрел и знает, у меня есть рубрика «Безумные товары для животных». И я там показывала вино и пиво для собак и кошек. Но я не могла попробовать, потому что в России это не продается. Я только рассказывала, что это существует. Так вот, я это купила, и мы теперь это по-настоящему попробуем в этой рубрике. Стоимость одной бутылки 3 фунта. Это примерно чуть меньше 300 наших рублей. Выставка как бы делится на несколько частей. Эта часть, например, она отвечает за продажи, за всякие какие-то уголочки, которые там пиарят, какие-то системы, связанные с собаками, с животными, какие-то фирмы и так далее. А есть та часть, где проходит именно выставка, где очень много собак, просто нереально много. То есть, чтобы вы понимали, как примерно устроен крафт. Самое прикольное, что хозяева дают вот так вот собаку подержать, чтобы с ней сфотографироваться. Мне кажется, или это собака электроника? Вообще, очень много всяких. Мало того, что кормов, это понятно. Лакомств, вкусняшек. А еще меня прикалывают вот эти вот гигантские вкусняшки для больших собак. Это просто мечи для этого, как в «Звездных войнах». Они огромные, сосиски. Эта собака спасла 20 других собак. Каким образом? Она жертвует кровь собакам, если с ними что-то случается. Донор. Та собака была донор крови. Я нашла целый отдел вот таких вот пушек, которые стреляют шарами. Это в основном для таких суперактивных пород, которые любят бегать и носить мячики. А меня заинтересовала скорее вот эта штука. Прикол в том, что вы вот это вот ставите вот так на пол, бум, и мячик вылетает, да? Да, мне вот говорят, да, да, да. Отличное развлечение. Посмотрите, какая красивая собака, очень необычная. Я думаю, что многие из вас знают, так что она идет у нас в загадку. Уже не первый раз, просто очень много таких стендов я видела. Это стенд, по сути, как бы приюта, где люди, вот такие вот волонтеры, ищут хозяев собакам. Но поражает масштабность всего этого. Это огромный стенд, на котором кучу всего продают. Всякие пироженки для людей, чтобы привлечь их внимание. Компьютер я посмотрела уже. Человек может прийти и выбрать себе собаку вот в этом экране, посмотреть, какие есть собаки. У них тут огромные баннеры, очень много людей, всякие продажи. И я поражена тому, что это у них в таких вот масштабах и так модно, продвинуто и круто сделано. Я бы очень хотела, чтобы в России у нас это развивалось именно вот в таком ключе. Детей с самого детства учат помогать животным. Они сейчас положат сюда монетку для помощи этому приюту. Порода на загадку. Ребята, я прямо сейчас пытаюсь догнать белого бультерьера. Белого, посмотрите на него. Такой хорошенький. Может быть, все-таки не стоит оставлять мечту о бультерьере. Ну, посмотрите на эту милоцу. Акито-Ину. Еще одна собачка для проблемного выбора собаки в большой дом. Я встретила еще одну породу, которая мне очень нравится и которой я очень хочу. Это бордер-колли. Да, ты победила, да? Да, это лучше. Красота. Кто там ест мороженку? Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Посмотрите на его мордочку. Посмотрите на эту красоту. На выставке очень много инвалидов, которые могут вот так вот приехать со своими собачками. Даже если не выступать, а просто приехать. Вот мы встретили женщину, а ее собаке 15 лет. Просто я через каждую минуту вижу человека на кресле-каталке, на какой-то машинке, на чем-то. То есть инвалиды в этой стране могут быть полноценными участниками любого мероприятия. Добраться сюда, здесь находиться, то есть у них есть пандусы или что-то, и они способны участвовать вот в таких вот вещах. По мне это очень круто. Это стенд полицейских собак. И я заметила, что вот здесь на выставке очень много вот таких вот стендов, где просто демонстрируется работа каких-то собак служебных, которые работают в полиции. Собаки-спасатели. Вот кто недавно видел ролик, мы снимали про русских собак-спасателей. Кто ты такой? Кто ты такой с весной? Очень многие возят маленьких собак в колясочках. Здесь прикольно так сделано, что туннель, в котором ты можешь почувствовать себя слепым, чтобы тебе дать эту собаку, чтобы проверить, как вообще работает собака-поводырь. Гайдог на английском. Очень прикольно, что люди могут прийти и это попробовать на себе. А вот как раз сама собака-поводырь, которая может работать. А еще везде по выставке я заметила, так как она просто гигантская, очень много собак-терапевтов. Вот прям за кутки, уголки, где демонстрируют, как собака работает терапевтом. Такая классная собака. Целый отдел вот такой. У них еще у всех прикольно, что есть цветовая гамма какая-то. Вот эти вот, ребята, в черно-желтом. И вот эти собаки. Классные. Я в инстаграме, в сторисах наших задавала вам загадку. Как вы думаете, что это такое за непонятные зеленые штуки на деревянных таких скамейках? Называется это бенч. Бенч с английского переводится как скамейка. И эта система используется только вот на этой выставке Крабс в Англии. Нигде в другом мире так не делают. Но на самом деле это, возможно, удобно. И многие из вас отгадали, что же это такое. Везде у каждой такой штуки есть номера. И эти номера люди получают для чего? У нас тоже есть такой номер. Вот он здесь у нас написан. И это номер, под которым собака участвует. Человек берет вот этот вот свой номерок. И у него есть свое место. Мне кажется, это намного удобнее. Потому что все четко, понятно. Все знают, где их места. Если вы знаете породу Ланкаширский хиллер, то вы должны знать еще один факт. Сделали породу Ланкаширский хиллер в том числе из породы вот этой вот Манчестерский терьер. То есть в нем основные крови его и еще кое-какой породы. Может быть, кто знает, напишет в комментариях. Помните, на выставке российской мы снимали пузеля королевского? А вот еще один, только черный. Вот так готовят его в Англии. Какой хорошенький! Такая малявочка! Еще меньше, чем чекуашка! Позади меня огромная площадка, на которой сейчас проходила детская аджилити детская. То есть дети показывали, как они занимаются со своими собаками аджилити. Конечно же, ребенок придет сюда, увидит это и подумает, блин, я тоже так хочу! И насколько организация крутая, что ты просто... Заканчивается что-то, и за одну секунду приходят люди, они все это убирают и расставляют заново что-то другое. Это фараоновые собаки, ребят, смотрите, какие красивые! Она говорит, что они все время там, где есть еда рядышком. Мы тут ходим по магазинчикам, присматриваем, что можно купить моим собакам, у которых практически все есть. И я пытаюсь что-то необычное выхватить. И вот, смотрите, я нашла такой магазин, где есть, продают вот такие вот сумки. Они называются Doggy Bag, то есть сумка для собаки, которую ты полностью одеваешь на собаку, если она грязная и мокрая. Может быть, для загородного дома это прям супер вещь, чтобы в доме ничего не пачкали. Среди магазинов вообще я даже нашла вот такую вот лавочку с сувенирами собачек, то есть всякие фигурки, пепельницы. Мне кажется, это какие-то ретро-винтажные старые вещи. Трость с собакой вот такая вот, можно тросточку такую купить. Жопкой, он поворачивается жопкой. Давно я не видела чао-чао, особенно в России. Другом люди, их огромное количество. Даже в ролике было написано 160 тысяч. Но еще и на каждой точке, где что-либо происходит, огромное количество зрителей. Просто огромное количество болельщиков. Они все так активно принимают участие. Посмотрите, сколько народу. Здесь есть отдельные ряды, в которых такие товары, которые ты просто никогда не ожидаешь встретить. В общем, автомобили. С точки зрения, как можно организовать свое путешествие с собакой на машине. По мне это очень прикольно. То есть там прям внутри они показывают, как сделать интерьер. Какая машина подойдет для путешествий с собакой. Мы только что вышли из большой части огромной крафта, где всякие продажи, ларьки, всякие штуки. А здесь сейчас вот еще вот такая вот лестница. Представляете, насколько много здесь объем, площади. И вот по этой лесенке я ухожу в еще одну огромную часть, в которой ищу очень много всего. Я сейчас стою со своей тезкой. Ее зовут Аня. А вот у нас тут рядом собачка, которую как зовут? Элвин. Эта собачка не Анина. Аня у нас из России. Она представитель юных хендлеров. Ань, скажи, как ты решила быть хендлером? Почему вообще? Зачем? Откуда ты об этом узнала? Моя мама заводчица самоедов. И я с рождения с собаками. И на выставке меня мама постоянно таскала. И я хотела выйти в ринг поскорее. Но меня не пускали, потому что у меня вообще не было опыта. Я сказала, мама, тогда пиши меня на занятия, чтобы я этого... Ну, что я бы научилась этого делать. В общем, записали меня на занятия. И с 10 лет я начала серьезно заниматься хендлингом. Я тут узнала, что у Ани есть мечта попасть в Америку. Потому что в Америке проходит там супер какой-то фестиваль. Как он называется? Восьминстер. Короче, ребят, давайте верить, что Анина мечта исполнится. Будем надеяться. Мэджики не сдаются. Ну, хочется же украсть эту морду. Ох, ты такой красивый. Какая собака офигенная. У них такие грустные глаза. Я не могу. Половина, наверное, этих площадей занята всякими магазинчиками. Даже вот просто идешь мимо, а тут вот продают значки для домов частных с вот такими вот собачками. Зачем собачке вот там вот? Собачка, которая сидит сверху и мигает. Что это такое? То есть тут продается не только все для собак, то есть аж начиная от ошейников, поводков и каких-то супер необычных вещей, типа бассейны для собак, не только для жизни с собакой, вплоть до сапог для прогулки со своим песиком в лесу, пальтишек каких-то водонепроницаемых. Все, на чем есть собаки, все, где можно засудить изображение собаки, вот это все тоже тут продается. Я сомневаюсь, что мы сможем обойти все это огромное количество, потому что здесь их очень-очень много. Они такие милые. Это мама и дочка. Продают вот такие вот штучки. Они не только для уборки шерсти, но и для уборки любого мелкого мусора. Смотрите. О, блин! Посмотрите, сколько их тут. Просто толпа такая. Очень много магазинов, просто огромным выбором всяких вот игрушечек разных, аксессуаров, типа поводков, какой-то портфельчик для собачки купить. Свинюшка на палке вот такой вот. Вот так играть с собакой, если тебе лень ее в руке держать, или чтобы не слюнявили большие собаки твои руки. Очень много всяких разных игрушек. Вообще выбор просто гигантский. Мисочки, всякие ошейнички, игрушечки, мячики, лежаночки вот с той стороны. Куча всего магазинов, просто огромное количество. Кстати, на выставках, как положено, здесь все чуть дешевле, чем у самих производителей в их магазинах. Сумочки для дрессировки, лакомства, складывать, например, или пакетики. Даже есть вот для таких охотничьих собак заячьи хвостики, чтобы учить их охотиться. Смотрите. Как я сказала, тут можно найти все, что связано с собаками, на чем изображены собаки. Например, целый магазин разных шарфов с вот такими вот рисунками песиков самых разных пород. И даже есть тут вот кофточки, например, с собачками. Стоит это 20 фунтов. Это примерно 2000 рублей стоит вот такой вот свитерок с собачками. Кто не в курсе, некоторые умельцы делают вещи из шерсти своих собак. Вот, например, это целый магазин, в котором представлены игрушечки, подушечки, шарфики, шапочки из шерсти белой немецкой овчарки. Когда их чешут, расчесывают, собирается вот эта вот шерсть мешками просто и из нее придумывают, чтобы не выбрасывать что-нибудь изготовлять. Кроме гор других лежанок, еще стандартно очень много вот таких вот отделов, где продают конкретно, типа английская, наверное, какая-то фирма-производитель. Они даже цветов вот этих вот английских и сделаны под овчину, а может быть, это даже настоящая овчина. Вот такие вот прикольные коврики, например, в машину или дома куда-нибудь. Тут разные буквы английские, и я придумала собрать из них слово. Вы догадаетесь, какое? Первая буква М. А еще здесь очень часто можно встретить, как продают одежду самую разную. Я не стала показывать вам одежду, которую продают просто тупо для прогулок. Но самое классное, это то, что здесь встречаются магазинчики, в которых продают именно вот этот вот английский стиль. Смотрите, твидовые пиджачки, жилеточки, вот такие вот рубашечки, юбочки. Даже сапоги вот такие вот с кисточками. И классно, что вот такие вот тоже шляпы с перьями. То есть вот прям ощущение, что это из какого-то фильма костюмы. Тут можно встретить все, что угодно. Что только не продают, даже вот термоносочки тепленькие. А еще я видела трусы. Трусы тоже продают. Это твидовый пончей 100% британской шерсти. Гулять вот в такой вот штучке. И вот такие повязочки на голову, для того, чтобы ушкам было тепло. Я это куплю на подарочки. Прямо сейчас. А вот это вот толпа людей, которая вот там длится бесконечно и идет позади меня. Это очередь на главный ринг, на котором будет проходить самое последнее финальное шоу. И сейчас они еще задвигались, а до этого они просто стояли в пробке. Это же невероятно. Вот они, наши билетики, и мы идем на заключительное шоу. Кстати, те, у кого нет билетиков, сидят вот здесь вот и смотрят это шоу вот на том вот экране. Кто-то ходит по красным дорожкам, а настоящие мэджики ходят по розовым дорожкам. Тут все очень серьезно, ребят. Ощущение, что ты реально зашел за пулисы концерта от 21 Pilots, эти все кастомарцы, или бьюз. Ну, это просто одни из своих любимых групп. Я не знаю, как даже у вас. Можете ли вы просто представить себе, ребята, что все эти люди пришли на выставку собак? Будут выбирать лучшую собаку всей выставки. Из тысяч собак, примерно около 36 тысяч собак участвуют в этой выставке, и только одна из них победит среди всех пород и станет лучшей из семи оставшихся собак. Побильон победил! Побильон занял первое место на крафте на мировой старейшей выставке в Англии. Побильон! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...